Врач-философ. Ведь нет большой разницы между мудростью и медициной, говорил древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ. Здравствуйте, в студии Наталья Цойпина. Сегодня расскажем. Стекло или пластик? Какой материал выбрать для глазных протезов? Рвутся на практику? Что называют главной задачей медицинского класса? Творческие успехи доктора медицинских наук, о чем Александр Попов рассказал на «Артвстрече». Глазные протезы изготавливают в Новосибирске на базе городской поликлиники номер 22. На прием в отделение каждый год приезжают сотни пациентов из разных регионов России и из-за рубежа. За прибором мастер-прессовщик. Создает глазной протез из пластмассы. На производство уходит несколько дней. Сначала на заготовке рисуют радужку. Работа ювелирная. Цвет, прожилки – все в точности должно совпадать с настоящим глазом пациента. Пришел человек. Ну, прежде всего, конечно, мы подбираем форму по полости. Какая нужна форма? Человек приходит на следующий день только. Когда уже радужки просохли, утром мы приходим, ставим варку, обрабатываем все и применяем. Для производства заготовки смешивают порошковую и жидкую пластмассу. Консистенция должна получиться, как у густой сметаны. Смесь доводят до готовности в тепловом шкафу. Температура около 60 градусов. Когда пластмасса становится, как пластилин, можно приступать к изготовлению протеза. Глазной протез выполняет не столько косметическую, сколько лечебную функцию. Потому что, если удалили глазное яблочко, конъюнктива вся отечная, человек все равно моргает. Происходит раздражение слизистой ресничками, идет обильная слезоотделяемая, некомфортно человеку. И вот для того, чтобы храневая поверхность была закрыта, мы им предлагаем использование глазного протеза. В юном возрасте при потере глаза протез ставить нужно обязательно. Глазное яблоко тоже растет, а вокруг него формируются кости. Если полость пуста, череп развивается неправильно. Начинается отставание роста костей. Менять протез детям необходимо раз в 6-8 месяцев. Взрослым ежегодно. Чаще всего приходят за индивидуальными протезами, однако можно подобрать из уже имеющихся. Они находятся вот в этих коробках. На моей руке два вида протезов карии, сделанные из стекла, голубые – из пластмассы. Человек, не имеющий отношения к производству, даже не заметит разницы. Однако она есть. Правда, не во внешнем виде, а в качествах и свойствах. Стеклянные протезы со временем стираются слезой, а соль образует налет. Пластмассовый же можно и нужно полировать. Пациенты обучают этому прямо на приеме. Кроме того, стекло накаляется на холоде, в то время как пластик комфортен независимо от погодных условий. Протез очень хороший, комфортный. Мне как бы он сильно не беспокоит. Единственное, что получается косметический дефект, что он уменьшается. И приходится меня часто. Ну, как бы, по мере необходимости, скажем так. Врачи отмечают, пациентов с заболеваниями глаз становится больше, а многие диагнозы молодеют. В Новосибирск на протезирование приезжают не только из области и соседних регионов, но даже из других стран. Если в 90-е годы основными пациентами были участники боевых действий, то сейчас люди из разных групп. Только в лаборатории 22-й поликлиники ежегодно на учет становится более 100 человек. Если мы говорим о детях, о подростках, то это, конечно, патология рефракции. Потому что сегодня бесконечные гаджеты, компьютерные программы, высокие зрительные нагрузки. А то, что касается таких заболеваний, как глаукома, их стало очень много. Неоваскулярная патология сетчатки, которая ведет к необратимой слепоте центральной, тоже. Очень выросло количество пациентов с отслойками сетчатки. Мы никогда такого количества их не видели. Среди всех случаев заболеваний органов зрения, процент тех, кто теряет глаз, невелик. В основном это пациенты с онкологией, которым выполнить операции с сохранением органа зрения невозможно. В этом случае человеку необходим протез. Молодые врачи пополнили штат Барабинской центральной районной больницы. Хирург и эндокринолог прошли целевое обучение и этой осенью вернулись в родной район. Начинающие специалисты получили не только работу, но и служебное жилье. Дайте мне, пожалуйста, анализы посмотреть. Михаил Синельников – потомственный хирург. В районной больнице работает и его отец. Поэтому вопрос о вборе будущей профессии никогда не стоял. Говорит, с детства знал, что будет лечить людей. Приняли как родного, за это благодарен. Все хорошо, коллектив тоже хороший. Сегодня Михаил ведет амбулаторный прием, дежурит в стационаре. Признается, работы хватает. Особенно сейчас, с наступлением оттепели. Обращений с травмами и переломами стало заметно больше. Десятки пациентов в день посещают кабинет эндокринолога. Такого специалиста в районной поликлинике не было несколько лет. Поток людей идет. Поначалу было не так много, но сейчас узнают, что приехал эндокринолог. Эдокринолог, и тут давно не было специалиста. Все хотят обследоваться, лечиться. Иду, все благодарны. Ну, вроде жалоб не было. Все довольны. Кадровый вопрос в Барабинской ЦРБ остро стоит не один год. На сегодня штат докторов лечебного учреждения, который обслуживает больше 40 тысяч. Жители района укомплектован лишь наполовину. Не хватает участковых терапевтов, педиатров. Районные власти готовы тратить деньги на обучение специалистов и обеспечение докторов служебным жильем. На сегодняшний день у нас обучается 22 целевика и 4 ординатора. То есть по специальностям хирургия, терапия, онкология и рентгенология. О переезде в большой город молодые специалисты пока не думают. Говорят, в районной больнице набраться опыта можно гораздо быстрее. Здесь тоже кто-то должен работать. Основные проблемы районных больниц это нехватка кадров. И в основном все доктора уже в возрасте, молодые не едут, остаются в больших городах. Здесь свои тоже преимущества какие-то есть. Конечно, стоит попробовать, почему нет, опыт хороший. В скором времени в Барабинске начнет свою работу Центр амбулаторно-онкологической помощи с самым современным оборудованием. И штат докторов пополнится новыми специалистами. Почему важно узнать поближе, еще в школьное время, профессию, которой хочешь посвятить жизнь? Чем отличается учеба в мединституте от образования в других вузах? Какими качествами должен обладать врач? О медицине и не только успели поговорить ученики медицинского класса на уроке с главным врачом Новосибирской областной больницы Анатолием Юдановым. Когда ребята приходили на третий курс и первый раз встречались с пациентом, а пациент плачет, у пациента горе, у пациента повязка промокшая кровью, еще какие-то проблемы. И эти студенты говорили, боже мой, зачем же я пришел, и зачем же я два года-то из жизни уже выбросил. И они уходили с третьего, с четвертого курса нашего университета. У учеников 10-го медицинского класса есть возможность увидеть работу врачей и даже попробовать себя в качестве младшего персонала еще до того, как окончательно определяться с выбором вуза. Знакомство с профессией – одна из главных задач, которую ставили перед собой создатели профильного класса. Кто хочет, тот пойдет дежурить, тот пойдет в клинику, тот пойдет приставать к докторам. Поверьте, мы сами это все прошли. Когда я с третьего курса начал дежурить, когда я пришел на шестом курсе, три года отработав уже в субординатуру, мне было так просто работать, потому что ты все знаешь, тебя знают, тебе что-то доверяют. Поэтому чем раньше вы стартуете и начнете себя позиционировать как человека интересующегося, тем будет лучше для вас. Этот набор медицинского класса уже седьмой. Приходят учиться самые целеустремленные подростки. Началось с книжек все, потом встретила врача, посмотрела на него, поняла, что хочу быть так же, как он. Мама врач, радиолог, бабушка, медсестра в поликлинике операционная. И как-то с детства всегда хотелось. У меня всегда игрушки, они под моим строгим насмотром были. Ну и больше как в медицине себя нигде не вижу. У Анатолия Юданова среди родственников медиков не было, а мечта была. Свои силы он проверил также в старших классах, в кружке «Юный медик». Из 30 школьников к концу года на занятия ходили всего двое. Поняли, без медицины никуда. За 37 лет работы Анатолий Васильевич провел почти 10 тысяч операций. Сегодня у ребят вопросов к главному врачу немало и большая часть практического характера. Они сегодня эмоциями живут. Они посетили первый раз больницу, глаза загорелись. Вот им, конечно, интересно, а когда мы придем в клинику? А в какие отделения мы пойдем? А какая очередность? А когда пойдем в операционную? Ну, они все нормальные. И мне кажется, сегодня их другие вопросы не должны интересовать. Вот пусть они сегодня такой полной ложкой хлебнут, хотя бы так, со стороны, можно сказать, что такое медицина. Впереди полтора года обучения. Есть возможность передумать и выбрать другой вуз. Или бросить все силы на биологию с химией. Залог успеха – высокие баллы ЕГЭ. Плюс сертификат, который дадут выпускникам. Весомый аргумент для Новосибирского медуниверситета. Пишет книги, стихи, песни. При этом он один из ведущих врачей-эндоскопистов региона. Арт-встреча с писателем, художником, доктором медицинских наук Александром Поповым прошла в одной из новосибирских библиотек. Это мой дневник. Дневник, который я начал писать 5 февраля аж 1965 года. Купил общую тетрадь, чернильную авторучку, решил, надо что-то написать. Сегодня эндоскопист Александр Попов признается, открывает дневник и словно попадает в машину времени, о чем размышлял в 16 лет. Иногда ночью в постели ты думаешь, всматриваясь в темноту, думают люди о разном. Старые думают о прошлой жизни, а потом как она пробежала быстро, они глядят назад. Молодым смотреть назад нет нужды, они прожили слишком мало, и они глядят вперед. Чувствуете, загнул. Фрагменты дневника вошли в автобиографическую книгу. Писать ее доктор начал в 90-е годы. Добавлял интересные случаи из своей жизни и воспоминания отца. В центре внимания природа республики Алтай. Она же на многих его картинах. В экспозиции библиотеки представлено 60 полотен. Несколько выполнены за последнюю неделю. Автор решил освежить коллекцию. Много работ недавно отправил в новый дом культуры родного алтайского села. Говорит, чтобы молодежь увидела и задумалась. Бесследно это не проходит для молодого поколения, для детей. Когда-то я в свое время, увидев первую живописную работу, я был поражен, потрясен. И мне захотелось это сделать, повторить. То есть эти вещи рукотворные. Они способствуют тому, что человек сам тянется и хочет что-то сделать. И упорные достигают многого. Подтверждение – встреча с творческим доктором медицинских наук. Называется «Моя счастливая жизнь». С 2015 года наша библиотека не просто библиотека, а краеведческий центр Ленинского района. И в рамках этого мы ведем проект «Сибирские встречи». Мы знакомим наших читателей от мала до велика с писателями, художниками, поэтами, блогерами, бардами нашего города. В общем, с самыми интересными и уникальными людьми, которые его красят. Литературный слог Александра Попова напоминает экспертам произведения Василия Шукшина. Народные авторы описывают жизнь современной русской деревни. Совсем недавно в школе, где мои младшие дети учатся, у меня еще два сына младших, они в восьмом классе. И была тема – сочинение о моих бабушках и дедушках. И вот у меня сын, он написал как раз про своего дедушку сочинение. Он его в красках описал. И этого было достаточно для того, чтобы получить одно из первых мест на Олимпиаде по русскому языку. Я рисую, но я не могу сказать, что я прям такой же художник, как дедушка. У меня еще старший брат двоюродный есть. И он тоже рисует. Он рисует намного лучше меня. Но в целом, мне кажется, почти все внуки пошли в дедушку. У нас есть младшая сестра, еще двоюродная Маша. И она тоже хочет стать художником и балериной. Дедушка своим примером жизненным показывает то, что абсолютно любой человек в любой профессии может выразить свое творчество. То есть, несмотря на то, что он занимается, казалось бы, той профессией, которой редко можно как-то творчески себя проявить, он себя проявляет так или иначе в живописи, в музицировании и в писательской деятельности. Я его очень люблю. Он прекрасный дедушка. То есть, нету никого лучше. Я никого так не люблю в семье, как именно его. И он дорожит своей большой семьей. Наверняка об этом он пишет в своем новом бумажном дневнике. Может, факты и наблюдения из него станут основой для новой книги. Где б ни был ты, меня не позову. Время рубрики. Кто входит в углубленную диспансеризацию, которая положена тем, кто переболел коронавирусной инфекцией? Работа кабинета отделения профилактики для проведения углубленного медицинского осмотра пациента, перенесшит новую коронавирусную инфекцию с 8 утра до 8 вечера и в субботний день с 9 до 15.00. Значит, объем оказываемых услуг. Пациент приходит на прием в кабинет отделения профилактики, представляет документы, подтверждающие, что он перенес. Если какие-то выписки у него имеются, справки, документы, обязательно должен присутствовать паспорт. Вносим пациент изначально, если внесен, мы проверяем, он ли это, регистратуру или сам записался, интересуемся. Дальше мы определяем перечень услуг, которые мы можем предоставить пациенту для прохождения этой углубленной диспансеризации. Если он по возрасту подходит для проведения углубленной диспансеризации, он ее не проходил. Обычной диспансеризации или профилактического осмотра, значит, сначала он должен пройти это. Выдаем перечень услуг по профилю просто диспансеризации или профилактического осмотра. И дополнительно уже услуги, которые должны быть по углубленной диспансеризации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. К этим дополнительным услугам обязательно относятся биохимические показатели крови плюс додимер. Также рентгенография легких, тест с 6-минутной ходьбой, определение насыщения кислорода крови, спирометрия. Это дополнительный услуг. И затем уже, когда пациент проходит все это, назначается на повторный осмотр. На повторном осмотре доктор непосредственно закрывает первый этап углубленной диспансеризации и по результатам анализов определяет дальнейшие дополнительные обследования, к которым относятся УЗИ сосудов нижних конечностей, эхокардиография УЗИ сердца или КТ легких. По показаниям, значит, направляется дальше на проведение всех этих услуг. И когда он все это выполнит, закрывается второй этап углубленной диспансеризации. И там определяется уже дальнейшее лечение, назначается или определение консультации узких специалистов каких-то, или продолжение лечения, восстановительного лечения, условия дневного стационара, или там санаторно-курортное лечение, или еще что-то. Сделали ремонт, привезли игрушки и книги. Новая игровая комната появилась в детской хирургии областной больницы. Теперь не мерзнет живот, а лапы зато, как лед. А у вас не замерзли лапки? Нет. Нет. Тома в отделении детской хирургии частый гость. На процедуры приезжает регулярно. В этот раз сюрприз обрадовал. В новой игровой не заскучаешь. Тут все красивее. Наклейки поклеены. И книжки на полочке. И игрушки. И палатка. И стол. И доска. Уют в больничных стенах медики создают вместе с некоммерческой организацией «Больничные клоуны нос». За последние несколько лет волонтеры подарили клинике мягкие игровые модули, телевизор, ноутбук. Летом открыли игровую комнату в отделении детской офтальмологии. Сегодня в хирургии. Изначально вообще не было в планах прям что-то глобально делать, красить. Но когда я зашла, первый взгляд окинула. Мне показалось, был такой слегка персиковый цвет. Мне показалось немного мрачноватый. Я подумала, что белый цвет здесь нужен. И вот закупили краску, покрасили стены. Вот наклеечки наклеивали. Проект воплощают в жизнь с помощью президентского гранта «Создаем среду», чтобы пациентам детской хирургии было где отвлечься от больничных будней. Еще одна задача, которая стояла перед волонтерами – оборудовать игровую комнату так, чтобы здесь было уютно заниматься и студентам, будущим медикам. Например, решили сделать больше многофункциональных сидячих мест. В период пандемии волонтеры ищут новые формы работы. Устраивают мини-спектакли под окнами больницы, общаются онлайн, создают ролики на YouTube-канале. Еще одно новое направление – работа педагогов-организаторов. В выходные также к ним приходят, приносят с собой материалы, всякий картон, пластилин. Они здесь создают какие-то персонажи, связанные с книгами. Потом они их увозят домой. Потом они рассказывают о том, что они были в больнице и видели клоунов. Мы же еще и онлайн к ним приходим. Вот педагог-организатор приходит с телефоном или с ноутбуком. Мы звоним, общаемся с ними. То есть для них это целое какое-то новое путешествие для ребенка. То есть он ехал в больницу лечиться, уколы ставить, перевязки делает. А тут ему раз и такие интересные штуки предлагают. С клоуном пообщаться по телефону, мастер-классы какие-то подделать, почитать какую-то книгу и сделать этого персонажа из этой книги. Волонтеры говорят, соскучились по живому общению, но уже скоро больничные клоуны придут в палаты к маленьким пациентам. Красные носы – важный элемент терапии. Заходишь, когда в палату и видишь, вот этот ребенок болеет. В глаза только посмотри, все ясно и понятно становится. И когда после визита этих ребят, ему даже физически еще сложно, потому что, скажем, он в раннем, послеоперационном периоде, ему просто еще физически может быть больновато немножко. Но он, пообщавшись с нашими друзьями, все, глазенки уже горят, настроение уже совершенно другое. И мы прекрасно понимаем, то есть прогноз на выздоровление здесь значительно больше и лучше, чем нежели было бы без них. В палатах детских отделений появились и наклейки с QR-кодами, которые помогут юным пациентам с гаджетами быстро найти сказки и забавные ролики больничных клоунов нос. И напоследок наблюдение от величайшего писателя Англии Уильяма Шекспира. Болезнью шутит тот, кто ран не ведал. Будьте здоровы и до встречи через неделю.